МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые фигуры на политическом поле. Руководство города озабочено и лоббирует это в федеральных ведомствах, в министерстве спорта. Мы окажем всю необходимую поддержку для того, чтобы как можно быстрее и получить средства. В Ангарск прибыл советник президента Ростеха Сергей Сокол. Он возглавит областной список партии власти на выборах в ЗАГСобрании. В Приангарье снова можно ловить рыбу. Какое сегодня число? Я знаю, знаю. Так я же не зря думаю, что вы побежали от меня. Запрет закончился 25 июня. В заключительном рейде рыбнадзор уличил 17 ангарчан. И красота своими руками. На самом деле, как я не считаю. Есть деньги, купил краски. Житель микрорайона «Строитель» построил детский городок на зло своему соседу. И теперь об этих и других событиях подробнее. В студии новостей телеканала «Актис» Евгения Шильникова. Здравствуйте. Чем ближе выборы, тем интереснее политическая жизнь. Политик федерального уровня Сергей Сокол сегодня прибыл в Ангарск с рабочим визитом. Лидер партийного списка «Единой России», который, как ожидается, примет участие в борьбе за место в областном парламенте, встретился с мэром округа Сергеем Петровым и депутатским корпусом. Подробнее об этом далее в сюжете. Молодежь, молодежь, молодежь. Молодежь, молодежь. Сегодня все еще. И поэтому, главное, счастье, предстоит нам до дальнейших образований. В результате, если я могу, чтобы все эти изы, которые мы будем в обществе. Я родился в Севастополе, и я родился в Севастополе. Это же желание с промежием, где мы будем в обществе обучения. 17-й год, если говорить о завершившемся годе, рекордный по объему привлеченных на территорию средств. Совокупный бюджет перевалился в 6 миллиардов рублей. Такого у нас никогда не было. Мы с вами с 2015 года ввели в эксплуатацию, построили три детских сада. Сейчас строим четвертый. В этом году ввели школу в микроорайоне Китай. В следующем году вводим школу в микроорайоне 7А. То есть ввели поликлинику в Мигете. Это тоже зона нашей ответственности. Тамгарский городской округ. Мне кажется, этот процесс надо бы тормозить. Потому что вы абсолютно правы. Здесь есть все для того, чтобы создать для людей комфортные условия. И с точки зрения работы, и с точки зрения качества жизни, и с точки зрения развлечений. Это очень важный объект для города. И его, конечно, нужно доделывать. И с этим нужно не затягивать. Город над этим работает. Руководство города озабочено и лоббирует это в федеральных ведомствах, в Министерстве спорта. Мы окажем всю необходимую поддержку для того, чтобы как можно быстрее и получить средства. И получить средства, может быть, не только оттуда, в случае, если будет такая необходимость. Ангарск – первый город. Так, здание бывшего отдела наркоконтроля планируется передать в федеральное видение. Такое обращение в КУМИ поступило от руководства ОМВД. Объект требует ремонта и дальнейшего обслуживания. Также поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа направить предложение о передаче имущества в адрес Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Также подписать акты приема передачи имущества. Перечень состоит из двух позиций. Нежилое здание по адресу город Ангарск, квартал 26, строение 6. Катастрофный номер объекта 3826-040-101-5652. Площадь 940,3 квадратных метров. И земельный участок, на котором расположено здание по адресу город Ангарск, квартал 26, строение 6. Катастрофный номер участка 3826-040-101-5661. Площадь участка 1950 квадратных метров. В дополнительном помещении нуждается училище Олимпийского резерва. Подходящее для спортсменов здание нашлось в бывшем мебельном магазине 25-го квартала. Еще часть муниципальных зданий до сих пор не функционируют. Это объекты в 4-м поселке, Одинске, 103-м и 47-м кварталах. Невостребованными они остаются уже несколько лет. В лес ходить опасно. В ближайшие дни температура воздуха в Ангарском округе поднимется до 35 градусов. В связи с этим пожарные ограничили въезды в леса. При возгорании деревьев и сухой растительности пламя распространяется быстро, и человек может оказаться в огненной ловушке. В Иркутской области сейчас горит лесной массив в Братском районе и вблизи Уссулия-Сибирского. При третьем классе и высшей пожарной опасности будет ограничен и в том числе запрещен доступ в лесной массив гражданами, гражданами силами лесного комплекса. И во взаимодействии со всеми службами заинтересованными будут проводиться комплекс превентивных мероприятий по недопущению в лесной массив. А именно это будут выставлены передвижные мобильные посты. Также будет ограничение с привлечением инженерной техники по перекопу, по невозможности заезду транспортных средств в лесной массив. Вот мы отдыхаем в 29-м микрайоне на реке Китой. Погода стоит для отдыха. Ну и для рыбалки, кому нравится. А вот там у нас островки и ребятишки купаются, и взрослые с ними отдыхают. Но они как бы не наблюдают то, что здесь сейчас на данный момент происходит. А это скорее всего встоки города Ангарска, который впадает в реку Китой. Не только отдых в лесу, но и купание в реке Китой для жителей округа может быть опасным. Вот такое видео отправили в рубрику «Мобильный репортер. Рыбаки из Ангарска». В речную воду сливаются потоки грязной воды. В администрации округа пояснили, что это ливневая канализация, которая собирает нечистоты с городских дорог. Негативное влияние на окружающую среду могут снизить очистные сооружения. Сейчас мэрии работают над проектом. Когда с удочкой на речку нельзя? Рейд по выявлению нарушителей правил рыболовства отправились накануне представителей контролирующих структур. Кого наказали и за что? Расскажем в сюжете далее. Рейд по выявлению нарушителей правил рыболовства. Рейд по выявлению нарушителей правил рыболовства. А по счету же разрешили? А кто сказал? С 25-го вообще-то самое. У нас рыбалка разрешена только с какого числа? С 26-го. У нас по 25-е. Ребята, ну вот честное слово, не знал, выехал только вот. Как послушный был, вот самое это. Сегодня так и выехал. Вы извиняйте меня, сейчас заберусь я. Ну серьезно самое, ребята. Мы в курсе. Мы в курсе. Все, доехали, бля, колоски. Матуру обкатывай, первый раз и ехали. Рыбы нет, удочек нет. Ничего нет. Помимо незаконного было, вас там участвовали. Здравствуйте. Инспекция рыбал, жанра. Многие просто не считают. Мне бы мне в берег все равно, в любом случае, да и не в берег. Какое сегодня число? Не знаю, не знаю. Так я же не зря думаю, что вы побежали от меня. Что с логидой рыбачим? Документы у вас есть с собой? Нет. А где на мотор у вас? На лодку где документы? Ну я только рожестую. А между тем, страх за нарушение правил рыболовства не маленький. От двух до пяти тысяч рублей. Только за один день инспекторы составили 17 протоколов на нарушителей. Правила рыболовства изменились у нас в 2014 году. Сроки не поменялись. С 2014 года. Но люди у нас постоянно, конечно, они знают все сроки, но они хитрят. Они хитрят, они говорят, что рыбалка разрешена. Где-то они читают в СМИ, что рыбалка так-то и так-то. Но большей частью нужно опираться на сами законы, которые непосредственно регулируют нерестовый период. Это правила рыболовства. А у нас по какого числа? По 23-е. По какое? По 23-е. Кто он сказал? Читал закон. Какой закон? Не знаю, по Иркутской области, я не помню, как он. К сожалению, Иркутская область не имеет никакого отношения к федеральному закону, который рыболовствует. А по какое число? У нас по 25-е включительно. А сегодня пришли. Сейчас видим 25-е. 25-е. По 25-е. Открываем за боком. Я думаю, что у него у вас есть. Все плавсредства попадают под мою юридицию. Я имею право спросить у вас подтверждающие собственность ваши документы. Ну вы имеете право спросить, но у меня же закон не обязует таскать с собой документы, правильно? Я что должен сейчас сделать? Я ее имею право по закону изъять, вы приедете у меня ее и заберете со штрафплощадки. Следующее ограничение нового фига выход из Ангары начнет действовать в год какого августа. Ангарская семья Филатовых стала победителем областного конкурса любительских видеофильмов. Творческое состязание проводится среди приемных семей четвертый год, а в 2018-м на суд жюри участники представили 51 фильм. Работа Филатовых рассказывает о создании семьи, которое началось с маленького чуда – появления двух прекрасных дочерей – Кристины и Арины. В номинации «Семейная история» ангарчане заняли почетное второе место и получили денежный приз – 15 тысяч рублей. Для детей было яркое событие. Когда мы приехали на конкурс, мы, конечно же, не знали, какое мы место заняли. И они очень долго ожидали. И предварительно приглашали, награждали всех номинантов. Девочки очень волновались и сказали, когда же, когда же. И когда мы узнали, что второе место, вышли на сцену, для них это было очень, в принципе, знаково. Когда им еще два больших мишки выручили, так это вообще было очень хорошо и красиво. И они с этими медведями были горды и не расставались до самого дома. Первое и третье места жюри конкурса отдало семьям из Черемховского района. Ангарское управление образования озвучило результаты ЕГЭ. Средние показатели по базовым предметам у наших выпускников выше, чем в соседних городах. Однако сдача экзаменов не обошлась без неприятного инцидента. Мария Константинова продолжит. В этом году экзаменационная кампания началась 28 мая. Результаты ЕГЭ в управлении образования оценивают как положительные. Показатели превышают данные прошлого года. Так, средний балл по русскому языку составил 67%, а по базовой математике 43%. Качество знаний показали 86,6% выпускников. Из них оценку отлично получили 46% детей, оценку хорошо почти 41% и оценка удовлетворительная почти 11% наших выпускников. В этом году наши дети, так же как и в прошлом году, сдавали и профильную математику. Это было 806 выпускников. Свои знания подтвердили 92% выпускников, что почти на 6% выше, чем в 2017 году. 1166 учеников сдавали русский язык. Свои знания подтвердил каждый. Всем ангарчан, а в прошлом году их было всего трое, набрали 100 баллов. Это ученики 8-й гимназии, 1-го лицея, 4-й, 10-й и 27-й школ. Что касается экзаменов по выбору, то здесь показатели соответствуют средним и высоким баллам. По информатике есть два стобальника, но без замечаний в ИГЭ не обошлось. Конечно, мы понимаем, что были даны определенные рекомендации, но в целом у нас этап состоялся благополучно. Что, конечно, нас радует. Есть, правда, у нас один негативный момент только. У нас один ребенок был удален из пункта проведения экзамена за наличие мобильного телефона. До второго недели идут резервные дни с дачи ИГЭ. Те, кто по уважительной причине не смог присутствовать на экзамене или у кого совпали даты ИГЭ, смогут испытать себя именно сейчас. Окончательные результаты будут известны после 10 июля. Мария Константинова, Роман Буйнов. Минственное время. Летние каникулы, пожалуй, самая любимая пора для детей любого возраста. Место уроков – сплошные игры. Вот только для ребят из отдаленного микрорайона строителей развлечения ограничены шестью сотками, а для игрушек – строительный мусор. Единственный городок расположен на окраине бывшего поселка. Но местные жители нашли выход. Какой? Расскажем в сюжете далее. Минственное место. Рядом леса и река – жизнедорожная станция. На автобусе до города – полчаса. Придорство живут здесь сражениями, а много пенсионеров и многодетных семей. Один из сторожил объекта привезла в своих внуков местных дворей. Своими руками сделал целую площадку. Основная сила. Как? Я не считаю. Есть деньги. Купил краски, то все. Вот в зимнюю, зимой вылепил. Тут за горку поставил, елку. Здесь снеговиков, Деда Мороза вылепил. Настоящих поселков. Завоевал по городу первое место. Дали 4 тысячи. Приобрел красок опять. Появился у меня такой нехороший сосед, которому деньги нужны. Ну, здесь запрещено вообще разводить скотину. Ну, как скота города. Он поселился рядом. Завел тут ферму в 20 голов. Ну, я решил поставить ему противоядие. Огородил поляну. В том году начал участвовать в соревнованиях городских, этих помогло устроиться. Вот так борьба за пистолету. А его Даня. Даня, рот за против. Которая любовала вся местная деклара. Нам очень нравится, что здесь Виктор Иванов сделал такую для ребятишек площадочку. Качельки, карусельки. Ребятишки играют. Красиво. Все цветочки. Все своими руками, конечно. Молодец. Ну, и сейчас о том, что подготовил читателям свежий выпуск газеты «Ангарские ведомости». Осторожная лохотронка. Субтитры подогнал «Симон»